Алексей Петрович Андропов, выдающийся русский художник-портретист середины XVIII века и академик Императорской академии художеств, в юности обучался живописи у французского мастера. Это обусловило некоторую барочность его произведений, в особенности монументальных росписей, выполненных для петербургских дворцов. Портрет Стас Даммы Марии Андреевны Румянцевой выглядит вполне типично для XVIII века. Именно таким образом изображались все знатные особы в то время. Только в отличие от императорских портретов, в качестве фона для этой картины выбран сплошной матовый черный цвет. На момент создания полотна Румянцевой было 60 лет. Тем не менее, она предстает перед зрителем в наряде для прогулки, еще вполне энергичная, со слегка насмешливым выражением лица. Антропов искусно прописал кружевные оборки на ее чипце и складки в накидке, которые ложатся явно не по фигуре. Правая пола также смотрится неестественно, широко распахнутой. Это сделано специально, чтобы не закрывать награду. Фрелинский нагрудной знак представлял собой портрет императрицы Елизаветы Петровны в бриллиантовом обрамлении. Его носили на банде из голубой ленты, прикрепляя к корсажу платья. Непропорционально массивная, немного развернутая в плоскости, она позволяет по достоинству оценить высокое положение графини. Серый шелк, синие муаровые ленты и серебро еще больше подчеркивает статусность Марии Андреевны. Рубянцева никогда была невероятной красавицей и общалась с самыми высокопоставленными государственными особами. В старости она любила рассказывать о любовной связи с Петром I, однако доказательств тому не нашлось. Зато доподлинно известно, что царь выдал ее за своего денщика, впоследствии генерал-аншефа и графа Александра Ивановича Румянцева. Умерла Мария Андреевна на 90-м году жизни, пребывая в здравой памяти и не утратив живость ума. Субтитры создавал DimaTorzok